Светлана Лизунова и Александр Вахнов. Ребята стали серебряными призерами четвертого этапа Кубка России в Казани. Если сравнить этот старт с вашим первым турниром в Сызрани, где вы заняли четвертое место, как вам кажется, что вы улучшили в своих программах, в своем катании? Потому что результат результатом, но, наверное, вы сами еще чувствуете, какие изменения произошли за это время. Почему? Да, мы очень многое поменяли, начиная с этапа в Сызрани, так как сам этот этап, он был через месяц после того, как мы вышли с карантина. Мы четыре с половиной месяца не катались, выходим, только стали что-то восстанавливать. Нам говорят, вы едете на этап. Соответственно, и подготовка была в суматохе. И не все, что мы хотели поменять, мы успели поменять. К первому этапу. Плюс были небольшие ошибки, которые мы большим трудом, стараниями, переделками поменяли. И сейчас выдали, в принципе, один из лучших пока прокатов, который мы можем сделать. Но всегда есть к чему стремиться, так чтобы он улучшаться. Будем добавлять что-то новое. Ну и двигаться дальше. В произвольной программе изменили хореодорожку и просто дорожку шагов. Полностью переделали, чтобы шаги были четче и нам самим было удобнее ехать. И сразу после этапа в Сызрани мне переделали оба платья, обрезали юбку на коротком и полностью переделали платье произвольного танца. Потому что очень мешала эта юбка. Даже на поддержке каждый раз руки застревали, и Саша ничего не видит. Ну, ритм-танец, как я понимаю, как и многие танцевальные дуэты, остался с прошлого сезона? Музыка и большинство нашей программы осталось. Мы изменили только обязательный танец. То есть мы поменяли китай на финстеп и добавили пести, как бы дорожку шагов, которая следует за финстепом. Все остальное программу мы оставили. Просто немножечко подогнали по времени, по музыке. Произвольный танец мы решили полностью поменять. Оставить музыку, но поменять саму программу. Так как хотелось что-то нового, уже хотелось немножко дальше идти. Так как в мастерах все-таки и само катание должны показывать совершенно иначе. И шаги должны быть более раскатисты, нежели чем в юниорах. В юниорах, где больше подпрыжек, каких-то мелких шагов. Все-таки на взрослом уровне это уже не прокатывает, можно так сказать. А кто ставил этот произвольный танец? Вот кто с вами работал над ним? Тренеры? Все работали над этим танцем. Сначала работала Ксения Манько. Она нам, можно сказать, две части поменяла. Две части программы. После чего начался карантин, а потом она ушла в декрет, как все знают. Да, и уже стала мамой, поздравляем Ксюшу. Да, и все остальные обязанности по переделке программы и дорожек легли на Сергея Мозгова, который начал с нами вот с недавнего времени заниматься. Спасибо ему огромное, что он помогает. Очень многое внес, изменил. И хореограф, также новый Оля. Очень много работали над второй частью, поменяли хореографию полностью. И самим катить стало легче. И, ну, смотрибельнее как-то стало. Ну, и Светлана Евгеньевна, конечно, помогала по всей программе, по обеим. А в целом мы хотели просто передать программу так, как мы этого хотим, как мы желаем, как мы видим. Чтобы нам было катать ее в кайф, а не то, что ты делаешь шаги, не понимаешь... И мы знали, что мы делаем. Да, хотелось осознанности. В принципе, нам ее практически удалось достичь, но есть еще над чем проводить. Будем совершенствоваться. И следующий старт, есть какие-то уже у вас планы, где вы будете дальше выступать? Или пока с этим сезоном вопросы? Ну, с этим сезоном как бы остается только чемпионат России. Если будут какие-нибудь международные старты, вдруг получится от того выбраться, то, конечно, мы попытаемся. Или, может быть, у нас внутри будут страны... Может быть, финал Кубка России, если все-таки ситуация с вирусом позволит провести. Я очень надеюсь, что мы туда поедем. А в целом, как и у всех два этапа, и чемпионат. Такой планы сезон. Ребят, ну я желаю вам самое главное – здоровья, успехов, не терять мотивации, только вперед. И успехов в дальнейшем. Спасибо вам большое. Спасибо большое. И спасибо всем, кто переживал, поддерживал. Мы будем стараться дальше. Спасибо большое. Продолжение следует...